Олег Талебов В жизни любой компании случается тот момент, когда истекает срок патентной защиты их лекарственного препарата. И, в общем-то, этот препарат может производить, в сущности, кто угодно, а кто угодно другой. Что такое дженерик? На самом деле, если брать технически, что называется, в общем виде, то дженерик – это то же самое лекарственное вещество, то же самое лекарственное препарат, просто срок патентной защиты, на который истек, и который не является чьей-то эксклюзивной собственностью. С дженериком, ну, параллельно с дженериком очень часто идут рука об руку другие термины. Например, иногда говорят копия, дженерик – это копия. Ну, в принципе, да, в принципе, это копия. Но копия используется чаще для препаратов, которые появляются на рынках с несовершенной патентной защитой. Как бы сохранить себя в рамках политической корректности сейчас. Возьмем страну, я не знаю, которая находится там. У нас сейчас даже КНДР как-то вот. Да. Более теплое отношение к ней появилось, да? Ну, хорошо, возьмем КНДР. КНДР, в принципе, вот работает себе и работает. То есть, она не связана никакими международными обязательствами. Если в Северной Корее решат разработать какую-то вот копию какого-то препарата, ну, американская компания, не знаю, российская компания, еще какая-то компания, может судиться с ними в международных судах сколько угодно. Ну, они даже, они в суд не явятся. Вот это то, что называется копией. Сейчас, конечно, копий стало мало, потому что все-таки, ну, большинство стран, они работают в условиях глобального общего рынка и придерживаются каких-то общепринятых правил. Есть понятие «контрадиктный препарат» и «фальсификат». Контрадиктный препарат. Выпустили препарат с явным нарушением законодательства. То есть, он может быть хороший, но он выпущен с нарушением. Да, это контрадиктный препарат. Хороший в смысле эффективность. Ну, хороший – это тот же самый препарат, да. А фальсификат – это уже подделка. Это то, что делают, я не знаю, в каком-то левом цеху. Там может не содержаться ничего, у вас будет препарат, там содержащий, не знаю, зубный форошок, введен набивки. Либо, ну, и еще хуже бывали случаи, когда фальсификаты попадали. Какие-то другие препараты там были случаи, когда фальсификаты из антибиотиков, например, субстанции для антибиотиков делались. Вот это вот в этом случае фальсификат – это действительно штука опасная. Итак, исходим из того, что дженерик – то же самое лекарственное вещество, то есть то же самое активное вещество, что и оригинальный препарат. Отличия – вспомогательные вещества. У нас могут быть вспомогательные вещества, по сути, любые. Красители, вещества, поддерживающие форму таблетки, любрикант, обличающий проглатывание этой таблетки. Ну и могут быть разные, естественно, технологические циклы производства. Вот такой отстраненный, но общечеловеческий пример. Возьмем две бутылки водки. Ну, с точки зрения фармакологии, это С2H, 5H, водный раствор 40%. Куда его не налей. Да, это в какую бутылку не налей. Вот, и теперь, ну давайте сравним, я не знаю, две там хороших каких-то водки, качественных. Ну вот чем они отличаются? Фармакодинамические эффекты, один – безопасность, переносимость, у них примерно одна. В одну водку вы можете, я не знаю, добавить лимонный вкус. В другую клюкву. В другую клюкву, да, у вас будет водка с лимонным вкусом, с клюквенным вкусом, но при этом фармакодинамика ее не изменится. Вот, это вот чем отличаются друг от друга два хорошего дженерика. Теперь давайте возьмем, не знаю, бутылку хорошей водки, я не знаю, русский йогурт, этот стаканчик еще производится, вот это вот поэво, которое продавалось. Ну, вот то, что продавалось там еще 15 лет назад в пластиковом стаканчике. Доза такая, да? В гастрономах, да. Вот здесь, несмотря на то, что вроде бы и там С2H, 5OH, здесь вы уже получите разный эффект. Просто потому, что чистота препаратов, препаратов сказал? Прямо препараты. Да, препараты, да, по сути. Чистота разная. Какие-то спирты туда попали неэтиловые, какие-то ароматические спирты, например, примеси эфирные какие-то, собственно, вот те, которые обусловливают токсический уже эффект вот этого некачественного алкоголя. То есть, конечно, различия между дженериками могут лежать именно в области культуры производства этого дженерика. Если две хорошие компании, ну, активное вещество то же самое, концентрация та же самая. Вспомогательное вещество исходим из того, что вспомогательные вещества не отличаются. Для того, чтобы дженерик зарегистрировать, необходимо доказать, что он эквивалентен оригинальному препарату, то есть тому препарату, который являлся первым. У нас выделяются какие эквивалентности? Фармацевтическая, биологическая, терапевтическая. Фармацевтическая эквивалентность – это одно и то же вещество, а концентрация которого в таблетке измерена по единому стандарту. То есть, был использован единственный стандарт методики определения количества этого вещества. То есть, грубо говоря, мы доказываем, что в этой таблетке, в одной таблетке 50 мг активного вещества, и в другой таблетке 50 мг. Кроме этого, у нас же препарат будет приниматься, то есть, он будет рассасываться в желудке, таблетка будет разваливаться, всасываться через стенки кишечника. Нам нужно доказать биологическую эквивалентность. Биологическая эквивалентность, суть ее в том, что препарат всасывается и попадает в кровь с одинаковой скоростью. То есть, эти препараты являются одинаково доступными. Бывали случаи, когда там, скажем, некачественные дженерики, ну вот, знаете, там дженерик не должен, таблетка, например, не должна таять во рту. То есть, оригинальный препарат, он имеет оболочку, у него обладка, которая предотвращает его разваливание во рту, а дженериковый препарат неожиданно разваливается во рту, а не в желудке, что для некоторых лекарств является недопустимым. Есть понятие терапевтической эквивалентности. Это уже когда мы говорим о том, что препарат обладает одинаковой эффективностью и одинаковой безопасностью. Ну, она для дженериков не столь принципиально, и ее доказательства в рамках регистрации мы об этом поговорим чуть позже. Есть разные дефиниции того, что такое биоэквивалентность. Ну, самое, наверное, возьмем универсальное, ВОЗовское определение, что если препараты в одинаковой являются эквивалентными, если они фармацевтически эквивалентны, обеспечивают одинаковую доступность, обеспечивают сходную эффективность и безопасность. Эквивалентность дженерика каким образом мы подтверждаем? Ну, сперва компания-заявитель, которая разработала этот дженериковый препарат, она, естественно, приносит регуляторам и показывает им данные химического анализа этого препарата, данные химического состава. После этого проводится тестирование растворения на таблетке инвитера. Мы берем три разных среды, слабокислую, сильно кислую и слабоосновную. Они, в общем, моделируют основные среды желудочно-кишечного трака, то есть ТОП-АЖ, с которым будет попадать таблетка, проходя из желудка в кишечник. И дальше просто показываем, каким образом в этих стаканах с какой скоростью растворяются оригинальные лекарственные препараты, и с какой скоростью растворяются генерические препараты. Если скорость растворения в стаканах, это называется тест генетики растворимости, идентична, то мы можем сказать, что инвитера препараты демонстрируют одинаковую растворимость. После этого нам необходимо продемонстрировать одинаковую эквивалентность уже у организма, у человека. Для этого проводятся исследования на добровольцах, я чуть позже более подробно о них расскажу. И вот если у нас препарат оказывается фармацевтически эквивалентен, и если у нас генетика растворимости этого препарата идентична, и в организме человека препарат всасывается одинаково, то регуляторы считают, что не обязательно проводить исследование на терапевтическую эквивалентность, потому что, ну смотрите, вы дали какую-то таблетку, и у вас действующее вещество и оригинального препарата, и дженерика появляется в крови в одинаковой концентрации. У нас нет оснований полагать, что если это была идентичная молекула, и она находится в той же самой концентрации в крови, почему она должна действовать? То есть вот просто, ну, иначе мы в какие-то абсолютно потусторонние уже субстанции скатимся. Как говорил один мой студент, а когда-то, он сказал, у оригинального препарата лучше энергетика. Ну, да, сила бренда. Память воды. Ну, ладно, не будем замахиваться на святое. Ну, нет, конечно, оригинальный препарат имеет определенные силы бренда, с этим нельзя не поспорить, потому что, ну вот возьмите, это не реклама, там, не знаю, каких-то препаратов, но возьмите, там, такой мощный бренд, как Виакра, вот его трудно преодолеть, потому что это вот целый, я не знаю, образ жизни, это целая концепция, не знаю, надежды. Ну, какая была сенсация, когда выросли на рынок. Да, это целое поколение людей уже выросло с пониманием, что ничего страшного, когда-нибудь в жизни будет. И тут ее вдох называют как-то иначе. Да, и никто не хочет этого, это иначе. Ну, это такова сила бренда. Ну, как, бренд Виакра стоит столько, сколько бренд Кока-Колу, наверное. Каким образом проводится исследование биоэквалентности? Вот мы в прошлой передаче разговаривали о том, как в исследование включаются здоровые доброволицы. Та же самая ситуация. Приглашаются здоровые доброволицы. Те же самые люди, 18-45 в России, 18-55 в Европе, у которых получают обследование, у которых не выявлено никаких заболеваний. Они, в общем-то, являются такими моделями для проведения исследования распределения препарата в организме. Мы берем здоровых добровольцев. Ну, вот, например, у нас есть синяя таблетка и красная таблетка. Условно. Два разных препарата. Вспомним фильм «Матрица». Делим их случайным образом на две половины. Например, по 20-30 человек в каждой группе будет. Это зависит от особенностей препарата уже, сколько нам человек понадобится. Назначение, да? То есть, на самом деле, дженерики и исследования биохвалентности минимальное количество, которое нам требуется, это 12 человек, а максимальное, ну, у меня были исследования, где более 100 человек включалось. Это касалось препаратов с большой вариабельностью кинетики. Делим их на две половины. Даем красным, вот этой половине проглотить красную таблетку, вот этой половине проглотить синюю таблетку. Дальше берем, там, 15-20 раз у них кровь, определяем концентрацию препаратов крови. Потом мы перекрещиваем эти группы. Те, кто раньше пил синюю таблетку, там, через две недели, к примеру, пьют красную таблетку. Те, кто пил красную, через две недели пьют синюю таблетку. Таким образом, у нас каждый человек пьет по одному разу и той, и другой таблетки. Это делается для того, чтобы исключить влияние, ну, у нас же организм у всех разный, чтобы исключить влияние, существенное влияние индивидуальных особенностей каждого конкретного организма. А дальше, вот у нас основные концепции, да, вот у нас фармакокинетическая кривая. То есть, у нас на ней что нам нужно для изучения дженерика? Вот это вот пик этой кривой, так называемая максимальная концентрация. Нам надо убедиться, что концентрации препаратов у нас у оригинального и у генерического находятся примерно на одинаковом уровне. Ну, потому что если пик, например, у одного из препаратов будет гораздо выше, то мы не можем исключить ситуации, когда на пиковой максимальной концентрации мы получим какой-то побочный эффект. И интегральный показатель, который характеризует, в течение какого времени, с какой концентрации препарат действует на организм. То есть, вот это будет интегральный показатель, площадь под этой кривой. Обозначается аббревиатурой AUG, Area Under Calf. Это показатель под кривой, вот от момента начала дозирования до момента, когда мы прекратили забор крови, когда уже концентрация препарата падает. А дальше мы будем просто сравнивать концентрации этих препаратов. Ну, вот смотрите, вот, например, там красная концентрация – это дженерик, а синяя концентрация – это оригинальный препарат. Сходные, можно сказать, что они идентичные. Я не буду сейчас углубляться в тонкости математического аппарата, говорить о соотношении AUG, доверительных интервалах допустимых. Ну, вот так вот, просто на глазок. Ну, вот здесь вот они близки к эквивалентным, но не факт. Здесь надо считать. Вот давайте посмотрим другой вариант. Вот здесь есть вопросы? Нет. Нет, вот здесь нет вопросов. То есть, вот мы получаем, да, что здесь препарат и генерический, и оригинальный, то есть, активный компонент этого препарата появляется в крови с одинаковой концентрацией. У него одинаковая ЦМАКС, у него одинаковая АУК, то есть, концентрационные показатели одинаковы. Соответственно, сила воздействия на организм у этих препаратов будет одной и той же. С точки зрения регуляторных органов, этого достаточно для того, чтобы зарегистрировать этот препарат. Ну, естественно, мы оценим еще и безопасность. Не было ли каких-то побочных действий, побочных эффектов, зарегистрированных у этих добровольцев. Еще один важный аспект – это препарат сравнения. То есть, с чем мы будем сравнивать генерический препарат? Как я всегда говорю, это не реклама компании Bayer. Компания Bayer в этой рекламе не нуждается, потому что аспирин они вывели на рынок, дай бог памяти, в 1897 году. Это, скорее, рекламный компонент компании, которая производила один из дженериков этого аспирина. Они написали, что он сравнивался с активным ингредиентом Bayer. На самом деле, если мы будем сравнивать один дженерик с другим, потом другой дженерик с третьим, мы не можем избежать, у нас есть риск накопления ошибки, у нас будет амплификация ошибки. То есть, это и будет игра в испорченный телефон немножечко. Я думаю, что Рабинович напел то, что называется. Да, 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 совершенно верно. Поэтому мы сравниваем генерический препарат с оригинальным препаратом. Бывает ситуация, когда на каком-то рынке, например, оригинального препарата нет. Ну, скажем, компания, разработавшая оригинальный препарат, не регистрировала его на этом рынке, а появился какой-то дженерик. В этом случае мы сравниваем с первым дженериком или с дженериком, который занимает наибольшую часть этого рынка. Но в любом случае препарат референтный, он у нас берется не с потолка, а это должен быть либо оригинал, либо основной дженерик. В отношении терапевтической эквивалентности очень трудно построить модель. Вот какое основное преимущество дженериков? Это их стоимость. Я рассказывал в прошлый раз на прошлой пересдаче, что надо вложить полтора миллиарда долларов в разработку лекарственного препарата. Разработка дженерика требует гораздо меньше вложений. По сути, это разработка технического процесса, может быть, создание собственного технологического процесса. В любом случае, это не от молекулы до... Абсолютно. Это не требует 15 лет, это не путь проб и ошибок. По сути, это повторение чужого успеха. Поэтому это и преимущество. И надо говорить, ну вот кому нужны дженерики, кто заинтересован в дженериках. Те, кому нужны очень дорогие препараты. Регуляторы, в первую очередь, они заинтересованы в дженериках. Потому что во многих странах существует... Ну, имеется достаточно сильная, достаточно велика роль государственного протекционизма в области медицины. Когда на государства фактически перекладываются вопросы обеспечения, лекарственного обеспечения населения, для каких-то социально значимых заболеваний, для орфанных заболеваний. И, естественно, любое государство старается платить меньше. И поэтому для дженериков открывается облегченный путь выхода на рынок. Если дженерик будет проходить тот же самый путь, который проходил оригинальный препарат, то он потратит свою главную привлекательную черту, это его более низкую стоимость. Собственно, это одна из причин, почему не проводится обязательно сравнение терапевтической эквивалентности для малых молекул, для малых дженериков. Полная идентичность препарата, что доказать, опять-таки, невозможно, потому что для постижения абсолютного смысла требуется бесконечного количества времени. Ну и еще есть такой момент. Говорят, давайте проведем по дженерику двойное слепое исследование, оно исключит субъективность исследователя. Наоборот, если вы проводите исследование по двойному слепому дизайну, когда вы хотите доказать, что один препарат лучше другого, то здесь я сманипулировать этими данными не могу, потому что один лучше, другой хуже, но я не знаю, какой и где. А если ко мне приносят, говорят, вот тебе препарат А, вот тебе препарат Б, и вот тебе, не знаю, там, 3 рубля докажи нам, что они одинаковые, то я могу не проводить эксперименты. Я говорю, да, ребята, они одинаковые, все. Мне все равно, какой препарат где. Я же показываю гипотезу равенства. И таким образом, вот этот двойной слепой дизайн, он в меньшей степени предохраняет нас от таких вот проблем и ошибок при исследовании дженериковых препаратов. Если мы будем говорить, вот действительно, все-таки про и контр, да, за и против дженериков. Вот есть, дженерики сопровождают еще такие иногда городские легенды. Например, говорят, что Россия – это страна преимущественно дженериков. Ну, в России, да, в России, действительно, фармпроизводство российское, оно недостаточно развито сейчас, и в основном все-таки оно ориентировано на… Такая вещь, что российские люди не могут, не все могут себе позволить в тяжелых ситуациях те препараты, которые… Стоимость – это первая ситуация. Вторая особенность – это фармпромышленность. Фармпромышленность в России, она преимущественно дженериковая. Она закрывает потребность рынков именно недорогих лекарственных препаратов. Кроме того, иногда, вот там обсуждается вопрос, почему в России разрабатывается так мало оригинальных лекарственных препаратов, исчезающих мало и практически нет. Ну, понимаете, оригинальный лекарственный препарат, если государство платит, вкладывает деньги в фарминдустрию, это не значит, что фарминдустрия что-то разработает. Оригинальный лекарственный препарат начинает разрабатываться не… В лаборатории вообще. Да, в университетской лаборатории. Он разрабатывается… Да, он разрабатывается на уровне научной концепции. То есть, какая фундаментальная наука, такой и выход, соответственно, новых каких-то концепций. Нет, ну, если одним из первых закрыли институт антибиотиков, тебе о чем говорить вообще? Поэтому это нормально. Многие страны, в принципе, идут по этому пути, когда говорят, да, мы действительно создадим у себя хорошую промышленность, пусть это будет дженериковая промышленность, но мы будем обеспечивать свое собственное население качественными дженериками, разрабатываемыми здесь. Это первый шаг. Потом все будет. Потом отсеются слабые, останутся лучшие, и, может быть, там появится, не знаю, дополнительное сигнование какие-то на науку, ну, для этого должно пройти энное количество лет. Но при всем при этом, скажем, в тех же Соединенных Штатах Америки четыре препарата из пяти, которые применяются, это тоже дженерики. Потому что все считают деньги. В Великобритании большинство препаратов, которые назначаются дженерики, в европейских странах огромное количество, тоже большинство это дженерики. Лечиться исключительно оригинальными препаратами это очень дорого. Есть, наверное, только одна страна, в которой более чем на 70% рынок закрыт оригинальными собственными лекарственными препаратами, это Япония. Ну, такова особенность. Но это особенность еще культурная. Это особенность экономики острова, культурная. Геополитическая, культурная. Потом все-таки давайте учтем, что японцы это такой огромный, колоссальный генетический изолят был на протяжении нескольких столетий. А так все лечатся дженериками. Ну, и еще одно преимущество дженерика. Понимаете, бизнес это как принцип красной королевы. Иногда для того, чтобы удержаться на месте, надо бежать. Нужно удержать. Вот. То же самое касается фан-компаний. Если бы компания Bayer, которую там уж сегодня упомянули, например, имела бы патент на свой аспирин на 150 лет, к примеру, они до сих пор бы продавали бы этот аспирин по всему миру и пожинали бы плоды, у них не было бы никакого интереса вкладывать, инвестировать деньги в развитие новых лекарственных препаратов. Потому что, ну что, удалось синтезировать один препарат, вот и все, и снимаем сливки. Там, не знаю, как компания Coca-Cola, например. Они же и то начали диверсифицировать свое производство. Поэтому, конечно же, любая компания, которая выводит на рынок успешные лекарственные препараты, она понимает, что деньги, за которые она продаст эти препараты, они не вечны. Пройдет несколько лет, закончится патент, и они поэтому тратят эти деньги не только, я не знаю, в яхты, личные самолеты, там, лошадей, питомники, что-то еще дворцы, но они вкладывают большинство этих денег обратно в научный поиск, научный процесс. То есть, дженериковая, таким образом, дженериковая конкуренция, она очень стимулирует большую фарму. В отношении проблем, бывают дженерики и дженерики. Да, мы можем сказать, что вот как с двумя бутылками водки, потому что, если у вас оригинальный препарат, условно, продается, я не знаю, там, ну, полгода, тысяча рублей пачка, у вас есть дженериковый препарат, он стоит 600 рублей за пачку, 500 рублей за пачку, вот у вас появляется на рынке препарат, который стоит 20 рублей за пачку. Вот тут возникает вопрос. Ребята, а на чем вы-то сэкономили такие колоссальные деньги? Да, а что это за препарат такой? То ли это, ну, то ли это сомнительная субстанция, то ли это уменьшение процесса контроля качества. Ну, в общем, это непонятно. То есть, не может препарат стоить дешевле дешевого. То есть, самый дешевый препарат, это не значит, что это хорошо все-таки. И это, конечно, неуверенность, она может оставаться. Ну, иногда говорят, что дженериковые препараты, все-таки дженериковые препараты допускают какой-то разброс концентрации. И у нас есть патологии, где разброс концентрации в ту или в другую сторону, он нежелательный, потому что это может привести к ускальзыванию терапевтического эффекта. Ну, например, мы подобрали больному с эпилепсией оптимальную терапию какого-то противоэпилептического препарата. У него нет припадков, он у нас прекрасно идет. Мы переводим его на дженериковый препарат, просто на препарат другого производителя, другой компании. Вот у него для препаратов с узким терапевтическим спектром, вот у него всплеск концентрации, либо наоборот низкая концентрация может провести к побочным эффектам, либо наоборот к возобновлению приступов. Или представьте себе ситуацию с пересадкой органов. Мы даем препараты циклоспорина, токролимус, подавляющий иммунитет, подавляющую реакцию отторжения. В этой ситуации эти препараты очень токсичны. Поэтому, когда мы пациентов ведем на этих препаратах, мы у них постоянно меряем концентрацию этих препаратов в крови. И в этой ситуации, опять-таки, например, низкая концентрация препарата, какое-то время запускается риск реакции отторжения. И расплата, как бы мы провели хорошую техническую операцию, у нас прижился прекрасный орган, все он работает, функционирует, но при этом выпустили иммунную систему из-под контроля. Да, и мы выпустили систему из-под контроля. Поэтому вот здесь профессиональные сообщества, они рекомендуют, нет такого подхода, не применяйте дженерики. Но если вы начали применять препарат определенного производителя, постарайтесь не переходить с него на препарат другого производителя. Не потому, что другой препарат плохой. Потому что все-таки концентрации могут меняться, биодоступность может быть чуть-чуть разная. А если вы принимаете аспирин, какая вам разница? У вас концентрационный разброс здесь никакой роли не играет. И поэтому, какого бы производителя препарата не было, если он качественный, вы будете получать необходимый эффект. Насколько можно переносить данные клинических испытаний, полученные с оригинального препарата на дженерик? Опять-таки, с определенной долей вероятности. Вот смотрите, я сказал, что мы говорим о том, что если препарат в крови появился в той же самой концентрации, то терапевтический эффект будет идентичен. У нас нет других оснований. Это немножко умозрительная теория. Научно мы это не подтвердили. Поэтому, конечно, такой элемент неуверенности может оставаться. Ну и что с чем сравнивают? Вот этот эффект испорченного телефона. То есть необходимо убедиться, что дженерик, который был использован в ходе клинического исследования, он был взят именно из той партии, которая затем будет продаваться, а это не лабораторный прототип, и сравнивался действительно с референдумом, с оригинальным лекарственным препаратом. Я не касаюсь сегодня такой большой тематики, как биоаналоги, биоподобные лекарственные препараты, потому что к биоподобным препаратам сейчас более консервативный подход. Все-таки биоподобные препараты регистрируются не как дженериковые препараты, не как малые молекулы, а они идут по пути клинических испытаний больших молекул. Мы должны доказать не только их биологическую эквивалентность, но еще и то, что их терапевтический эффект является эквивалентным. То есть они по большей части повторяют путь новых лекарственных препаратов. Ну вот, пожалуй, все это такое цитата из Адама Смита, потому что она хорошо характеризует взаимоотношения дженериковых компаний оригинальных. В соревновании амбиции индивидуума служат общественному благу. То есть конкуренция, она в любом случае в этой области двигает прогресс. Спасибо большое, Олег. Приходите к нам еще. Спасибо.